Знаете, какой самый раскупаемый товар в аптеках? Это не средство гигиены, не таблетки от головной боли, не противовирусные и жаропонижающие средства. Это капли в нос. Миллионы людей страдают от насморка, кто-то жалуется на постоянную заложенность носа, на усталость, на головную боль, депрессию, бессонницу. И чтобы несколько ослабить неприятные симптомы, покупают сосудосуживающие капли в нос. Однако мало кто знает, что если капать эти препараты более 7 дней, наступает зависимость. Вы можете месяцами, годами не расставаться с пузырьком, нанося тем самым непоправимый вред своему здоровью. Как же правильно лечить насморк? В студии у нас Виктория Кокорина, лор-врач, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой Института повышения квалификации, специалиста здравоохранения. Виктория, добрый день. Добрый. Обозначили мы тему, как лечим насморк, но на самом деле мы хотим поговорить про огромное количество видов капель в нос. Кстати, их правда огромное количество или их не так много на самом деле? Ну, наверное, их действительно очень много. Если вы зайдёте в аптеку, увидите вот целый арсенал, давайте скажем так, насморк – это тоже очень серьёзная проблема, и у нас есть такой термин, мы говорим «лоция в мире насморков». Сильно как вот опытный навигатор, ваш лор-врач проведёт вас к свободному носовому дыханию, но для этого он использует различные препараты. Поэтому, когда вы заходите и видите весь арсенал, вы должны понимать, что сосудосуживающие капли – это не всё. Капли есть разные. Конечно, большая часть, и то, что все помнят, – это сосудосуживающие капли. И вот здесь вы, Наталья, совершенно правильно сказали о том вреде, который они могут причинить. Они не лечат, они временно снимают облегчение. В период вирусной инфекции коротким курсом от 7, ну, максимум 10 дней, вы можете их применять, но не более. Если вы применяете их длительно, помните, что капли сами приводят к насморку, к синдрому рикошета, заложенности, и у вас не будет дышать нос. Вы становитесь зависимыми. А вот если капли не лечат, но дают облегчение, как это происходит? Ну, вот представляете, полость носа, да, вот вы заболели, у вас такой выраженнейший отёк, у вас вот вирусы, затем бактерии, вызывают выраженное воспаление, закрываются устья, у вас всё давит. Поэтому здесь вот открыть вот этот синус, эвакуировать оттуда отделяемое помогают нам сосудосуживающие. Поэтому в этот период, да, открываем, отделяемое выходит, вам становится легче. Но по идее симптомы купируются 70 дней, вам уже не нужно. 7-10, не 70, 7-10. 7-10, потому что вот по последнему европейскому документу максимум. Но хочется сказать, что зависимость у разных людей формируется по-разному. Некоторым уже на 6-7 день без этого пузырька не представляют себе жизни. Опять же, когда вы капаете эти капли, это не всё так безобидно. Сосудосуживающие препараты всасываются, а если у вас проблемы с сердцем, с давлением, то у вас возникнет тахикардия, то есть сердечно-сосудистые нарушения. Обратите внимание, ваше желание получить, вот есть капли с полонгированным эффектом. Раз и целый день вы не капаете. Это очень особо внимание именно к этим группам препаратов. Потому что здесь возможен системный эффект. А самое главное, для наших маленьких, маленьких, самых маленьких зрителей, потому что, в общем-то, сосудосуживающие во многих странах, в Штатах, только 6 лет разрешены детям. Потому что, к сожалению, они не так эффективны у маленьких детей. И маленькие дети часто плохо дышат из-за аденоидов. Там не работают сосудосуживающие. А вот мама закапала раз, закапала ещё раз, и на четвёртом степени по количеству отравлений в детском возрасте стоят отравления сосудосуживающими каплями. То есть тебе даже можно отравиться? Вы знаете, да. Поэтому мне вот если сегодня наши зрители хотя бы запомнят, что когда вы капаете в сосудосуживающей капле ребёнку, вы можете прийти и увидеть его бессознание, лежащим и требующим экстренной помощи. Передозирование здесь жизненно опасно. Поэтому особенно у детей не больше, чем вам посоветовал ваш врач. Если есть возможность заменить гипертоническими спреями или ещё чем-то лучше заменить, только строго по рекомендации, количество дней по рекомендации и нанесения по рекомендации. Ими можно отравиться. Какие ещё бывают капли, кроме сосудосуживающих? Ну, давайте, если уж мы говорили о лоце и в насморке, сделаем лоце в каплях. Прежде всего, то, что безопасно, это различные промыванные вещества для ирригационной терапии, для промывания носа. Их тоже очень много в аптеках. Но обратите внимание, есть изотонические, то есть количество соли, как в нашей плазме. То есть изотонические, они не сильно солёные. Эту концентрацию очень любит полость носа. Просто промывая полость носа, вы удаляете слизь, бактерии. Даже если у вас аллергия, вы пришли с улицы, вот сейчас сезон цветения, промыли нос, вы 30-40% получили эффект как от медицинских препаратов, только тем, что просто промыли нос. Поэтому изотонические растворы есть гипертонические растворы, более солёные, которые мы применяем, если выраженный отёк, воспаление, как на смену сосудосуживающим. Также появились капли, содержащие антибактериальные вещества. То есть если вы лечите насморк, сняли отёк, промыли нос, и на слизистую носа вы можете нанести местный антибиотик. Это позволит вам избежать системного значения препаратов. И плюс мы уже практически, ну я не помню, 15-20 лет на рынке активно появились гормональные препараты. О, гормоны это страшно, подумают сейчас многие зрители. Многие, а мы им скажем абсолютно нет. Это топические препараты. И если поставить на одну чашу весов сосудосуживающие на другую местные гормоны, то, конечно, выиграют гормоны. Они абсолютно не всасываются, они абсолютно безопасны, они разрешены к применению с двухлетнего возраста, но позволяют в ряде случаев нам лечить и полипы, и аллергический ренит, снимать отёк в аденоидах. Поэтому это вот такой препарат, который активно сейчас любят и очень широко назначают лор-врачи. Кстати, такие препараты с гормонами очень часто позволяют снять с человека с зависимости от сосуда суживающих капель. Вот так. У нас есть несколько вопросов от зрителей, они тоже касаются лечения насморка. Скажите, а зачем нужно промывать нос и как правильно это делать? Да, ну, очень хорошо. Конечно, вот вы чувствуете пациент, как я, как лор-врач, слышу небольшая заложенность, наверное, у барышня аллергический ренит. Поэтому действительно, промывать нос надо с умом. Поэтому прежде всего, если вы планируете, сняв отёк, а самое главное, очень осторожно с различными вот такими объёмными методами в виде каких-то груш и баллонов, потому что здесь вы можете навредить уху, если жидкость попадёт в ухо. То есть, если вы хотите промывать, строго голова по центру, опускаетесь вниз, в одну половинку вводите, в другую половинку выходит. Наклоны направо-налево могут приводить к осложнению со стороны среднего уха. Ну и перед тем, как вы пытаетесь промыть, пусть ваш лор-врач посмотрит вам нос и скажет, не будет ли там каких-то анатомических особенностей, которые будут это мешать промывать нос. Ну и когда мы промываем, то есть если это, например, в аптеке, допустим, купленный флакончик, уже такой приготовленный для промывания, то есть получается, мы пшикаем и потом нужно высморкаться. Да, аккуратно высморкаться и сморкаемся. Тоже правильно. Давайте напомним, пожалуйста. Напомним, потому что это очень важно. Одной половинкой с открытым ртом и другой половинкой с открытым. И начинаем учить наших теточек правильно сморкаться буквально с детства. Если ваш ребёнок постоянно жалуется, у него постоянно отиты, не давайте маленькому ребёнку сморкаться, удаляйте различными системами, потому что только правильно, иначе осложнение со стороны ушей. Смотрим следующий вопрос. Скажите, а при гайморите всегда ли нужно пить антибиотики? Замечательный вопрос и хочется ещё рассказать, что если ваш врач поставил вам диагноз, ну как гайморит или как мыситин, да, даже термит такой риносинусит, не всегда надо пить антибиотики. Это самое излечивающее заболевание, мы его помогаем. Поэтому, если правильно вы будете промывать нос, использовать сочетание капель, когда сосудосуживающая, ирригация, потом местные антибиотики, и в большинстве процентов случаев вы выйдете без антибиотиков. Поэтому, пожалуйста, очень аккуратно с антибиотиками. Самое главное, помните, применение антибиотиков в два раза способствует тому, что ваш синусит станет хроническим. То есть с осторожностью. Да. Смотрим следующий вопрос. Скажите, а при аллергическом насморке стоит использовать сосудосуживающие капли? Ну, сегодня мы уже говорили, что аллергия, конечно, обичь с сегодняшнего века. Поэтому, давайте скажем о том, что сосудосуживающие не лечат, они снимают симптомы, если очень тяжело. Поэтому, в данном случае, здесь эффективнее использовать, но если уж вы не можете, вот, прямо сейчас снять симптом, есть сосудосуживающие с антигистаминным компонентом. Вот такие специальные сосудосуживающие для аллергиков. Но опять, очень коротким курсом. В дальнейшем, пожалуйста, это местные гормональные препараты, и плюс, наука идет вперед, появились препараты, содержащие и местные гормоны, которые начнут работать на 4-5 день, и антигистаминные, которые будут работать буквально через 15 минут. То есть вы получаете пшикалку для носа, который тут же снимет вам отек за счет антигистаминного эффекта, и снимет воспаление, аллергическое воспаление на 4-5 день. И качество остальной жизни не пострадает. Ну, такой вывод, наверное, главный, который делаем, все-таки насморк лучше лечить с врачом, да? Все-таки не самостоятельно, да. Если пользуетесь теми средствами, о которых мы сказали, да, как пробовать нос научили, как высмаркиваться научили, сосудосуживающие капли максимум 7-10 дней, максимум, иначе, ну, последствия, о которых мы говорили. Ну, наверное, это вот все, что нужно минимально знать о насморке, но все-таки лучше разбираться с доктором, наверное, это так. Да, потому что действительно, ваш врач поможет, проведет вас, как опытный капитан, по вот этой лоции насморков и капель для носа. Виктория, спасибо большое. В студии у нас была Виктория Кокорина, лор-врач, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедра Института повышения квалификации специалистов здравоохранения. Продолжение следует...